Я часто слышу от своих знакомых интересный вопрос. Сереж, а скажи, пожалуйста, вот честно говоря, вот все, что строится на рынке недвижимости, для кого? Для кого так размахиваются застройщики? Для кого вся эта реновация? Кто это будет все покупать? Застройщики рапортуют, что миллионы квадратных метров будут сдаваться ежегодно. Для кого вся эта недвижимость? Мы сегодня будем с вами говорить о пугающем будущем рынка недвижимости, о том, что нас ждет через 5-7 лет. Это принципиально очень важная история. Почему? Потому что нужно осознать одну очень простую вещь. То, что нас ждет в будущем, никак не повторяет прошлое. То есть, оно будет в каком-то виде повторять, наверное, какие-то тенденции, потому что люди, по большому счету, не меняются. Но, с другой стороны, как сформируются новые потребности? Что будет, если мы понимаем, что идет убыль населения в России, пока этот тренд перебороть невозможно? Как будут вести себя жители больших городов? Куда они будут исходить? Что будут делать застройщики с тем избытком недвижимости в той же Москве? Опять же, с теми размахами, которые они сейчас набрали. И что ждет то же самое, реноваться? Что ждет старые районы? Об этом мы сегодня в ролике и поговорим. Но, прежде чем мы к этому перейдем, надо вспомнить, что YouTube стал работать с историей при Балтике. То есть, немножко подтормаживать при загрузке. И поэтому, мои дорогие подписчики, я вам все-таки предлагаю, в избежание перепогрузки и остановки YouTube, подписаться на мой телеграм-канал и собраться там, если вдруг что. Вот телеграм-канал, поехали. На последнем заседании Центральный банк повысил ключевую ставку. Это значит, что инфляция ускорилась, а инфляционные ожидания населения продолжают расти. Именно в такие моменты важно инвестировать накопления, если, конечно, они у вас есть, чтобы они не сгорали в огне инфляции. Поэтому, давайте-ка я расскажу, как я инвестирую свои деньги. У меня есть большой консервативный портфель. А часть своих денег я направил на краудлендинг, на платформу Jetland. С марта я ежемесячно пополняю портфель на Jetland. Сначала пополнил счет на 100 тысяч рублей, сейчас сумму активов я довел уже до 368 тысяч рублей. И объясню вам сейчас, почему я это делаю. Ну, во-первых, ожидаемая доходность этой платформы с большой вероятностью превышает доходность депозитов, облигаций и акций. Особенно с текущей просадкой на фондовом рынке. Во-вторых, и это самое важное, я инвестирую по сбалансированной стратегии. Займы выдаются полностью автоматически, без моего участия. Ожидаемая доходность стратегии составляет от 21,3% до 28,5%. Как вы видите, текущая доходность моего портфеля в 23%, кстати, попадает именно в этот интервал. В-третьих, инструмент автоинвестирования распределил мои активы по 494 компаниям. Представляете, если бы я этот портфель собирал вручную. А выплаты по займу приходят каждый день. Я их реинвестирую в новые займы с актуальной ставкой средней ожидаемой доходностью 25,3% годовых. Четвертое. А теперь посмотрим на доходность моего портфеля, который существенно превышает доходность индекса Мосбиржи за этот же отрезок времени. Поэтому с марта я и регулярно пополняю свой счет на платформе. Так почему же я выбрал именно JetLand? JetLand – лидер российского рынка краундлендинга по объему выданных займов, имеет действующую лицензию Центрального банка и статус резидента Сколкова. Кстати, рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило к платформе кредитный рейтинг BB+, а количество активных пользователей платформы уже превышает 60 тысяч человек. Диверсифицируйте свой портфель накоплений с новым классом активов по ссылке в описании, либо по QR-коду здесь на экране. Для подписчиков моего канала действует бонус плюс 20% годовых на 3 месяца в сумме пополнения счета в течение 7 дней с момента выхода этого видео. Ну а мы продолжаем тему ролика. Ну а теперь к теме нашего сегодняшнего ролика. Давайте исходить из одной очень важной вещи, что 90% случаев застройщики видят хайп, но строят всегда вчерашний день. То есть, если они видят спрос на студии, то они их нарезают больше студий. Если они видят спрос на двушки, то они завтра же нарежут вам больше двушек. Нужно понимать одну очень простую вещь. Смотрим на домик, что если вот в этом домике накупили студии, то есть, велика вероятность, что уже в следующем домике студии не нужны, потому что спрос на студии будет удовлетворен. То есть, когда сегодня заговорили о том, что вот как мы будем жить дальше без мелкой нарезки, как-то мы будем жить дальше без мелкой нарезки. Это не значит, что в будущем нам эта мелкая нарезка понадобится, и что она будет там востребована. Отсюда нужно понимать одну очень простую вещь, что рынок недвижимости все время пытается анализировать прошлое, но никогда не пытается сформулировать картинку будущего. А ведь на самом деле, по большому счету, когда вы закладываете проект о комплексном развитии территории, то нужно заглянуть на 7 лет в будущее. Почему я сказал на 5-7 лет? Потому что смотрите внимательно, если мы возьмем большинство крупных проектов, как в Москве, как в Санкт-Петербурге, как в других городах, например, академические в Екатеринбурге, то он строится уже 10 лет. И еще будет строиться 10-12 лет, как целый микрорайон. Если мы возьмем тот же Зилард, то как район на высшей территории Зила, он начал строиться в 2015 году, минул 9 лет, а там еще стройки годы на 3. Если мы возьмем жилые комплексы в районе Ходынки, то мы понимаем, что сам район Ходынка, как аэродром, застраивался последние 10 лет. То есть что нужно понимать? Что при проектировании, при закладке каких-то проектов, при вообще формировании недвижимости, нужно смотреть за горизонт событий. И здесь, как обычно, что мы видим в России? В России все время опираются на факты прошлого. Вот у нас в прошлом вот такие квартиры покупались, значит, они будут покупаться в будущем. С чего бы это? С чего бы это? Давайте-ка поймем, это очень важная вещь. Давайте-ка поймем, а кто у нас и как, когда и какие квартиры покупал. Пробежимся по экскурсу последних 30 лет в России с точки зрения того, что возьмем, например, 1994 года по 2024 год. То есть основными покупателями в 1994 году были люди годом рождения от 30 до 40 лет. Вот в этом возрастном коридоре. То есть в 1994 году это были люди 1964 года рождения, соответственно, и 1954 года рождения. То есть сегодня этим людям, тем, кто родился в 1954 году, 70. То есть просто осознайте, это ваши родители. Что они покупали с точки зрения недвижимости, даже если они могли позволить себе купить достаточно приличную квартиру? Или построить, например, земельный участок. Они хватали после шестисоточных участков соток по 20 земли, а они строили непонятно что, непонятно как, без проектов. Если они хватали, допустим, дом из красного кирпича, то это считалось предметом вообще какого-то шика. Если квартира, то они ничего не понимали в эргономике пространства, и покупали что-то просто ближе к центру, потому что считалось, что вообще центр города – это вот все, наше все. То есть если мы купим поближе квартиру к Кремлю, то это все замечательно. Если мы купим квартиру на Тверской, то это предмет вообще высокой роскоши. Если мы купим Сталинку, то Сталинка на века. То есть потребительские предпочтения людей годов рождения 54-го, 64-го сильно будут отличаться уже от потребительских предпочтений, например, людей моих ровесистов. То есть в 51-м году родилась моя мама, то есть можно представить, что моя мама на меня, например, родила в 25 лет, и по большому счету она могла бы быть 54-го года рождения, да родить меня в 22. Но то есть в 76-м году я родился в Москве. И предпочтения моего поколения, они уже сильно разнятся с тем, что покупала бы моя мама с точки зрения недвижимости. То есть вот мы как активные покупатели уже сейчас тоже сходим с рынка. То есть мое поколение достигает 55-летнего возраста и уходит уже с рынка активных покупателей квартир, и уходит в рынок активных покупателей частных домов. То есть чему я вам это все рассказываю? Нужно не смотреть не на то, что строилось в прошлом, а как ведут тебя все поколения, которые будут покупать недвижимость в будущем. То есть нужно посмотреть на поколенческие привычки, на потребителя с точки зрения поколенческих изменений, что меняется в поведении того или иного поколения. То есть самая высокая рождаемость пришла на 76-й, 86-й годы. Это последняя самая высокая рождаемость в Советском Союзе. И мы еще жители тех вот хрущевок, пятиэтажек, с коврами, вот с этими вот, смотрите, фотографии, вот этих всех, классические стенки и все остальное. И первое, от чего мы хотели избавиться, это от классической стенки в своей квартире. Мы называли евроремонтом все, что у нас, соответственно, без классических вот этих жутких обоисчиков и всего остального. Мы хотели пластиковые окна, мы хотели современные какие-то решения, но у моего, например, поколения серия П-44Т, вот эта вот, которая красного кирпичика на экране сейчас, она по большому счету всегда была. И нам казалось, что это верх совершенства. Вот планировка трехкомнатной квартиры в П-44, так ты вообще топ, смотри, какой холл тут большой при входе. То есть, друзья мои, со временем и мое поколение стало понимать, что вот это уже не айс. И мы покатались уже, получили возможность опыта жизни за границей, чего не имело возможности поколения 54-64 года рождения, посмотреть, как живут люди. Мы уже посмотрели на то, как мучаются наши родители перепродавая то дерьмо, которое они понастроили в конце 90-х, в начале 2000-х в Подмосковье. И мы на все это дело посмотрев понимаем, что, например, 20-соточный участок нам нахрен не нужно закребешься косить. Нам нужны другие ценности, другие решения. Нам не нужен дом из кирпича красного, силикатный какой-нибудь вот этот кирпич, нам нахрен не нужен. Нам не нужна печка в доме, как нам казалось. Нам нужна уже квартира. Просто нам нужна внутри дома городская квартира, тот комфорт, к которому я привык. То есть очко во дворе меня уже никак не порадует. Мои родители могли бегать, например, на дачу всегда, вот этот внешний сортир, так называемый. То есть поэтому ситуация заключается в том, что меняются поколения и меняются их предпочтения. Так вот, давайте-ка это интерполируем и перенесем себя сразу в 2028, 2029, 30 год. То есть съездим туда вперед на лет 5, а то и 7. То есть до, например, там, 1931 года. Что мы будем понимать? Мы будем понимать, что на рынке появится покупатель, тот, который родился после 1998, 1999, 2000 годов. И этот покупатель, он появился в мире в другом. То есть он осознанность свою начинает получать там в 7-10 летнем возрасте. То есть это люди, которые стали понимать, как что-то о том, как устроен мир вокруг, примерно, вы должны понимать, 2005, 2006, 2007 год. То есть вспомните Россию 2007-2008 года и так далее. То есть первое, что они видели, очень важная вещь, что существовала всегда в их понимании ипотека. То есть они уже родились в мире ипотеки. То есть она уже была. То есть если мы, как поколение, там, 76-86 года узнали про это в 2003-2004 году о продукте, как ипотека, то и эти ребята, они родились с идеей ипотеки. Но при этом они видели, какие последствия бывают неприятные, когда их родители набрали ипотеку и мучились, ее отдавали и скандали с друг другом. При этом они видели большое количество бракоразводных процессов и не будут стремиться так рано взрослеть. Огромное количество разводов в моем поколении. Сам прошел через развод, моя супруга прошла через развод. И мое поколение вообще, это поколение постоянно, там, двух-трех браков, то это приводит к тому, что дети наши, они более инфантильные. То есть они не спешат взрослеть. Они видели все эти человеческие новые проблемы с долгами, с выплатами, со всеми погашениями, и они по-другому относятся к деньгам. Что бы вы ни говорили, новое поколение изумеров по-другому будет воспринимать деньги. Они не спешат лететь, выбирать себе какую-то одностоящую профессию. То есть, и здесь очень важный момент. Одна из этих вещей приводит нас к тому, что они будут не спешить так быстро создавать семьи, как мы создавали. То есть, количество детей будет сокращаться неминуемо у этого поколения. То есть, зумеры не будут стремиться быстро рожать детей. Моим детям 22-23 сейчас. И, соответственно, я могу вам сказать, что старшие дети не говорят о том, что они планируют в ближайшее время заводить детей. То есть, это поколение до 30 может быть находиться в режиме child-free. А если оно до 30 лет будет находиться в режиме child-free, то еще одна очень важная вещь. Оно вряд ли себя захочет связывать с недвижимостью какой-то конкретной. То есть, оно будет все больше и больше арендовать. И мы увидим большой-большой тренд. А что оно захочет арендовать? А арендовать оно вряд ли захочет квартиру с бабушкиным ковром, с вот этой стороны мебелью и за все остальное. То есть, всем этим вонючим панелькам и всему остальному, где нет качественного лифта, где вонючий мусоропровод, где сосед Коля курит какую-нибудь жуткую сигарету. Соответственно, этому хана. То есть, новое поколение начнет формировать другие привычки. Например, каливинги. То есть, они очень любят проживать в трехкомнатной квартире на троих. То есть, формируется понятие такое, как аренда. И долгосрочная аренда, и сервисная аренда. Если мы сейчас с вами посмотрим с точки зрения того, а естся ли такой продукт, как доходный дом, то попробуйте сейчас арендовать квартиру на Дом.РФ. Хоть какое-нибудь найти приложение в их доходных проектах. Или попробуйте в апарт-отеле Анис от компании Монарс в двух корпусах что-нибудь найти свободное. Ни хрена вы не найдете. То есть, новое поколение выбирает сервисную аренду. И сервисную аренду без физика-собственника. То есть, она не хочет видеть этого физика-собственника и так далее. Второй неминуемый момент. Новое поколение будет откладывать вопрос принятия решения о покупке недвижимости. Потому что они наелись родительских ипотек. Они видели, как непросто дались им погашение ипотек и так далее. И они не будут спешить с покупкой недвижимости. А следовательно, у нас возникает целая новая индустрия, о которой сейчас застройщики не думают. А что им предложить как сервисные решения этому поколению? То есть, нет вопросов. А как это поколение, например, ест, питается? И тут, блядь, открою вам еще один гребаный, сука, секрет. Дебилы-застройщики, которые смотрят на это видео и продолжают проектировать кухни по 10-15 метров. И это поколение, блядь, не готовит дома. Это еще одно очень важное изменение в жизни этого поколения. Они живут на доставке. То есть, меняется вообще понятие формата кухни. То есть, я вот слежу за квартирой своего старшего сына. Я что-то не наблюдаю, чтобы что-то на плите... Вот я ее вижу сейчас, что он живет вот здесь, вот в тех апартаментах, где у нас идет съемка. Он же здесь за ними и следит. И живет с них. Я не вижу, чтобы здесь было много масла, жира, чтобы он что-то готовил и так далее. Зато я вижу разную еду, доставку. С точки зрения того, что он понимает, что ему экономически выгоднее не пускать продукты в помойку, а получать доставку еды, то, что он хочет, например, на ЗОЖе, еще что-то и так далее. То есть, еще одна очень важная вещь, которая формирует пространство дома, меняется. Меняется понятие кухни. Это мы с вами собирались на кухне, чтобы поиграть на гитаре. Наши дети там спали в спальне у нас. Мы так делали, тише-тише, не орите. Закрывались на кухне и собирались. Это поколение плевало, блядь, на кухню. Оно не будет собираться на этой кухонной зоне. И это еще одно очень важное изменение, сука, наверное, открытие для большинства застройщиков, если они посмотрят за поведением поколения, которое идет на рынок недвижимости. То есть, вот вам еще одно изменение. Следующее, самое большое тектоническое измерение, это то, что все больше и больше даже моих ровесников, и чуть младше меня ребят, а я дружу с ребятами, соответственно, 86-го года рождения, 88-го, 90-го, у меня полно в окружении таких ребят, они выбирают для своих детей онлайн-систему образования, потому что они хотят быть свободны от детских каникул, от этой сране под названием школа, от буллинга. Они хотят сами заниматься образованием своих детей, контролируя, что их ребенок учит. А следовательно, в таком случае у нас отвязывается еще одна очень важная вещь. Кому вы нахуй строите все эти здания школ, которые вас обязуют, конечно, строить город, но в дальнейшем количество учеников, ходящих вон в классическую оффлайн-школу, будет сокращаться. Нахуй вы это строите? Следующая очень важная вещь. Как только меня отвязывают в локации от школы, значит, я, блядь, не привязан больше к этой локации, могу перемещаться более свободно. И у меня полно сверстников, живущих со мной в том апартаментном проекте, который есть, который полгода проводят на Бали, потому что их ребенок учится в онлайне. То есть, поколение новое, оно становится более мобильным, и это мы не закладываем. Третья очень важная вещь. Это поколение не страдает херней под названием «купите гробовую мебель». Они хотят гардеробные комнаты, а где они заложены в проект? То есть, им достаточно было гардеробных комнат и вешалок, чтобы повесить свои вещи. Но гардеробные комнаты, как класс, блядь, не закладываются нигде. То есть, этих гардеробных комнат невозможно найти в нормальных проектах. Вы все продолжаете доставлять корпусную мебель, толбоебы. Она не нужна этому поколению. Следующая очень важная вещь, которая более ценна для этого поколения, это то, что многие из них работают из дома. И, например, я не вижу на ваших планировках и на планировках застройщиков, это то, что вы не закладываете, например, рабочий кабинет. То есть, это семейная пара может жить в двухкомнатной квартире, потому что им нужен рабочий кабинет, потому что они очередно остаются дома и работают из дома. А вам это в голову не приходит. Вы не смотрите на активность этого поколения. А, например, сейчас для вас откроется информация очень интересная. Это поколение меньше бухает, чем, например, поколение 76-86 года. А это значит, что определенные коммерческие помещения, они просто начнут падать. При этом, на самом деле, если это поколение и не бухает, то оно, например, выбирает определенный ЗОЖ, что, опять же, в том же проекте закладывает другие изменения. То есть, что мы с вами понимаем? Мы с вами понимаем, что это поколение шеринговое. То есть, оно сейчас спокойно катается на шеринговых машинах и не стремится быстро покупать машину. Это поколение спокойно арендует велосипеды и самокаты и не собирается покупать себе свой велосипед и самокат. Они пользуются этим шерингом и привыкли. И это шеринговое поколение спокойно будет арендовать сервисные варианты объектов. Оно не будет себя привязывать к одному месту и будет достаточно мобильно перемещаться. Это поколение будет обладать другими привычками, другими, абсолютно другими. То есть, отсюда очень важный нюанс, заключающийся в том, а где то формирование современного пространства с пониманием потребностей этого поколения. А его нет. А вообще нет. Застройщики херачат все то, что они херачили 20 лет назад. Ну, просто вид сбоку. То есть, сегодня не учитывается эргономика пространства, сегодня не формируется новый вызов тому, что по большому счету вас ожидает. То есть, вы вызовы не слышите совершенно. То есть, вы проектируете все, сука, вчерашний день, который не нужен по большому счету. То есть, вы не формируете пространство для общения людей и не понимаете зоны калливинга. Вы не делаете достаточное количество ресторанных зон. Вы продолжаете мелкую нарезку коммерческой недвижимости. Вы не формируете, опять же, удобные инструменты доставки. Доставщики катаются в тех же лифтах, в которых катаются жители дома. А, например, лифт под доставщиков, это будет must-have в ближайшие годы в проектах. То есть, специальный лифт со специальным охранником для доставки продуктов. То есть, вы не формируете эту зону доставки. Вы не формируете зоны подбокса для доставки. Что в каждом проекте у застройщика должен быть свой бокс для доставок. Потому что доставка сегодня становится инструментом удобным. Вы не понимаете, что дальше мы увидим с вами доставку дронами. Вы не понимаете, что мы увидим с вами определенные решения с точки зрения электромобилей. Вы вообще на это направление не смотрите. А между тем, у нас нарастет количество потребляемых электромашин. Вы не обращаете внимание на то, что это поколение выбирает все делать с помощью профессионалов. То есть, это поколение не умеет сами клеить обои. Я, блядь, клеил обои. Мои друзья клеили обои. Ну, мои дети, блядь, не знают, как клеить обои. Они не знают, блядь, даже, что такое вообще мастеров, блядь. Это значит, что они будут покупать квартиры с отделкой, а вы все время хуячите бетон, долбоебы. То есть, мы с вами должны понимать, что поколение через 5-7 лет не будет знать, как купить обои в магазине. Зачем оно ему это? То есть, у них совсем другие привычки потребительские. Они все получают готовое. И мы должны к этому перестраиваться. Но то будущее, которое готовят нам застройщики, это долбоебизм, блядь, 20-го века, конца 20-го века. То есть, вообще нет понимания, что будет. Вообще нет ориентирования, что будет. Нет понимания того, как будут работать медицинские учреждения. Нет понимания, как будут работать школьные и дошкольные учреждения. Нет понимания, что такое современные дети. Нет понимания, что школьное пространство, оно будет сформировано по другим критериям. И вся архитектура хуячится с представлением человека, которому сейчас 50-60 лет. А именно такое у нас средний возраст владельца строительной компании. И они через себя и через свою плоскость хуячить продолжают то, что жрать уже их внуки не будут. Не будут. И здесь возникает самая главная проблема. А для кого вы тогда все это дерьмо строите? А у меня большой вопрос, блядь. Потому что если вы настроили огромное количество реновационных домов, то возникнет одна еще важная проблема. А кто во всем этом будет жить? И вам придется не просто делать эти дома, а делать из них доходные дома, сдавать их в аренду. А вы, блядь, настроили то, что в аренду даже будете сдавать с трудом. То есть нужно понимать, что это поколение, новые, идущие на рынок недвижимости, и идет тектоническая смена всех парадикт. Вы находитесь там, там, где-то в прошлом вообще. Вы вообще не думаете, что вообще нужно людям. Вы не думаете, какие активности, во что они играют, с чем они интересуются, что они потребляют, как они потребляют. Вы не наблюдаете за этим поколением. Вы не наблюдаете в том, что они используют торговые центры не так, как используем мы их. То есть нужно просто это осознать один раз, увидеть, и тогда вы поймете, что все пространство помещения под названием квартира, оно может в ближайшие годы поменяться в своем, если не архитектурном планировке, то есть будут комнаты прямоугольными, но функциональном своем назначении. То есть функциональность пространства будет меняться. Но у нас при этом до сих пор находятся уникуми застройщики, которые до сих пор полагают, что нужно херачить то, что жрали еще бабушка с дедушкой. И поэтому отсюда очень важный нюанс. Нужно понять, что поколение 1986-1976 года, 1976 по 1986 год, оно будет уезжать из города, потому что город становится токсичной средой. И в таком случае у нас с вами формируется еще один запрос на качественные управляемые арендные поселки, на качественные управляющие компании в поселках частных. А у нас этого нет сегмента. У нас вообще там непонятно что. То есть вот у нас идут и тектонические изменения на рынке недвижимости, а рынок недвижимости продолжает жить в прошлом. И поэтому его ждет большая катастрофа. Его ждет большая катастрофа не с точки зрения даже цен. Его ждет большая катастрофа с точки зрения ценностей. То есть те ценности, которые мы сейчас видим у нынешнего поколения, они будут разделяться новыми покупателями. И когда вы во что-то инвестируете, то уже задавайте вопрос, дорогие мои инвесторы, что будут жрать ваши дети, что они будут покупать, как они будут это делать, на что они будут ориентироваться. И самое важное, в каком виде они ощущают то, что вам привычно, казалось бы, еще вчера. То есть, что нас ждет? Нас ждет резкое изменение на рынке недвижимости, нас ждет резкое умирание старых стандартов, нас ждет резкое отмирание определенных форматов недвижимости, в том числе классических вот этих школ самолетов, они просто сдохнут, они просто будут пустые здания стоять, и они не будут нужны никому. И у нас ждет самый важный момент, у нас ждет вот этот перезастрой дерьма, который уже через 5-7 лет будет нахер никому не нужен. Поэтому отсюда очень важная история. То есть, если рынок сейчас не перестроится, не поймет, что нам нужны сейчас люди, визионеры, которые способны посмотреть на рынок недвижимости вперед, то этот рынок ждет мощнейший крах и ад. С вами был Сергей Смирнов на канале Смирнов Сергей Инвестиции. Напоминаю, что YouTube задромозился, поэтому еще раз не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не потеряться и смотреть дальше эти интересные ролики. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok